Доброе утро друзья. Курюшки мои гуляют. Я несу им арбуз, который мы купили неудачно, невкусный. Купили другой на замену. Ранее я их накормила. Да, девчонки, арбузик нате. Давайте, пока жары нет, прохлаждайтесь. Кушайте. Квочка одна моя ходит, а две почему-то сидят. Я их выгоняю без конца. Без конца выгоняю. Гулька прилетела. Не боится меня. Ищет зернышки. Персики светятся. Интересно, поспели? Нет хоть один? Смотрите, а это охотница уже тут как тут. Ей еще ни разу не удалось поймать ни одного воробья, кроме жаб. Да. Этих ящерок. Вот так вот мы. Улетела. Бонечка, иди сюда. Не ходи, там кот чужой. Он тебя покусает. Боня. Сейчас посмотрим. Что-то плохо у меня травку клюет. Еще он сколько много. Уже три. Ой, Микоша, под ноги-то не лезь. Помякаешь. Персики пришла посмотреть. Прям на этом дереве нынче. Может, даже созреют. Ой, начал портиться. Вот этот надо его снять. Или не надо. Не знаю. Портятся. Вот они они. Видите, вот эта вот гниль, вот эта непонятная. Да. Так жалко, конечно. Но все равно все они не испортятся. А голубка опять. Летит. Все, уже у нас огород отошел. Да мне уже он надоел. Сколько можно? Самой весны мы пластаемся. Уже мне хочется отдыхать от огорода. Порядок потом наведем. Сейчас в жару-то не будем. Неделя жары там 38-37 обещаю. Поэтому никаких порядков. И даже боюсь выпалывать клубнику, потому что она сгорит. Не буду выпалывать. Ягодки вон есть. Видите, до сих пор есть ягода. Хоть небольшая, но она есть. И она цветет, клубника. Вот. Я только единственное, что вырываю потихоньку траву курочкам, если что. Тем маленьким курочкам. Купаться планирую. Водичку-то заменили. Она уже нагрелась. Два дня стоит. Вырывала вчера амарант. Все заполонил. Ну, как вот можно вот так вот продавать семена. Вот, посмотрите. Этот я не смогла вырвать еще. Надо его отрезать топором. Гортензия он как цветет беленьким. Здесь вот все было в амаранте. Еще вот этот вот тоже. Я ему макушку оторвала. Вот. Посадила нынче так, посадила семена. Надо включить насос. Пусть работает. У нас вот такой вот, видите, большущий насос. Здесь его включаем. И гоняет водичку. Так вот. Одну засасывает, другое высасывает. А здесь таблетка хлорная. Вот это вот все вот. Мусор весь скапливается. Ветром приносит. Ходим, собираем потом сачком. Тут вроде ничего так. Вот они, наши детки маленькие. Вот они, хотят сполоскаться, мои малюсенькие. Мои маленькие. Красавчики мои. Вот так. Вот так. Сейчас зайду. Полоскаю. У нас опять работа на крыше синий. У нас вот здесь вот примыкание между домом и вот этой вот протекать стало. Олег полез делать. Заказали один лист синий. Будет прикручивать. Загнет его вот этой доской. Мика, лезь, помогай папе. Папа вон на крыше. Сейчас будет откручивать там все. И будет лист останавливать. А то как ливни синие, сильные. Ой, Микушенька, Господи, я в тебя влепилась. Как ливни сильные. Видите, вот эти вот черные пятнышки как бы на досках. Это вот от ливней уже вот эти стали скапливаться. От промочки постоянно те доски нормальные. А эти вот четыре доски вот прям под тканью так все затекает. И пока хорошая погода, нам нужно это все сделать. У нас жара. Котятки лежат целый день. На улице 37. Солнышко стало садиться немножко. Курочки вышли в огород. Вообще сегодня обещают, как вроде пишут, что будет гроза. Но пока никакой грозой не пахнет. Время вечер. А я вышла почистить отлив. Потому что вчера мы закрывали на той стороне дома. У вас, видите, сколько винограда. Будет еще винограда. И вина будет много. Так, на той стороне дома сейчас я... На этой стороне дома мне нужно вот этот вот слив почистить. Там наверху очень много грязи. Мы когда вчера делали... У нас бежит... Ну, я вам рассказывала. Бежит вот здесь вот крыша. Делали лист сверху дополнительный. То я увидела, что... Здесь все грязно. И чтобы вода хорошо стекала. Там закрыли еще один лист, второй положили. Здесь лист. Вот он натекло. Видите, почему? Потому что здесь кусочек был. Они не целые уложили лист. А вот такой вот. Как бы огрызок из-за него. Маленький. Вот одно всего лишь. Вот это вот. Изгиб из-за него туда вода попадала и бежала туда. Мы сверху ровно и заказали. Положили. Надеемся, теперь не будет бежать. И сейчас я здесь все вычищу. Кисточкой в ведро. Ой, Микоша пришла. Викочка! А, Мика, где была? Как ты в такой жару гуляешь? Слушай, девочка моя, как ты гуляешь в такой жару? Ой, девчонка такая. Иди домой. Иди, мой. Всем привет, друзья. Мы собрались в магазин за мелочевкой. Вас с собой берем. Поехали. Город Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Феликс по скидке, но его нужно детский, для котят именно. Его нету. Этого тоже нету для котят. Слушай, ничего нету для котят. Все только такое. Нету. Придется в пятерочку ехать. Там, смотрите, вот это не для котят. Нет, это не для котят. Ничего нету. Поехали в пятерочку. Так, сейчас в пятерочку посмотрим. Вот здесь. Все время им. Пока им три месяца, покупаем детский, когда есть возможность. Вот он. Есть по 26 детский. Ну, а другого нету. Придется этот брать. А сухой мы на развес берем детский тоже. Так что... Сколько тут... Ой, у нас... Я оторвала что-то тут у них. Как ее запихать теперь? Ну, короче, пусть она здесь стоит. Вот только тут пакетиков. Я их все выберу. Так, вот набрала пакетиков. Спасибо подписчикам, что кормят наших котят. Глядим заехал. Вещи. Шотчик, смотришь. Маленький. Размер маленький. Женский, кстати, там одежда дешевле, чем мужская. Вот уже шорты. Ага. Там, например, блузка 750. Шорта 200 рублей купольная. А мужские футболки уже вот тысячи. Непонятно почему. Вот купольные. Тоненькие. 200 рублей. Вот тоже шортики купольные. Тоже 200 рублей XL. Ну, ты можешь померить. Здесь примерочная есть. Возьми, да и все, несколько пар. И померь. Так у магазина открылся у нас после пожара. Столько они все. Ну, вот футболки. Мне показалось, что они дорогие для мужчин. Не знаю. Хотела Жене купить футболку. Смотрите. С, да. 950 рублей. Неужели они так и стоят? 950 рублей. Ну, возьму все равно ему вот это вот. Так-то качество вроде неплохое. У него все футболки порастянулись и ходить не в чем. Сам не ходит в магазин. Работы полно. В городе не походишь особо. А лишь я все равно ему возьму вот эту футболочку. Возьму ему эту футболочку. Пусть будет одна. Как говорится, на это. На выход. Пойдешь. А там у них, у них это самое. Примерочно у них на входе. Товара так-то много позавезли. И купальники, и шорты, и футболки всякие. Разлетайки. Вот на отдых, на лето вообще здорово, конечно. Сейчас Олежка померит. Женского товара очень много завезли. Смотрите. Футболочки всякие вот такие вот прикольные. Со штанишками. Теней какой. Вот это 2400 здесь штанишки и футболочка. Видите. Вот такая футболочка. Вот женская. Легкая. 750 рублей. Вот их несколько видов. Однотипных. Вот это вот. Непонятно какой размер. И что такое. Ну это маленький, конечно, размер. Не на меня. Но вот эти вот подойдут. Прикольные вообще. Раньше не было выбора здесь такого. А сейчас появился. И качество, кстати, хорошее. Чувствуется, что такое хэбэ нерастяжное. Футболочки беленькие всякие. О, целый ряд женщин. Вообще. Это с магнита зашли. Маечки вот. Раньше маечек не найти было. Я все время искала. Маечку больших размеров. А они сейчас стали завозить большие размеры. 650 рублей. Видите. Всякие разные. Здесь уже в детский я зашла. Детский нас не интересует. Деток нет. Пока. Пока нет. Штанишки легкие. Всякие разные. Вот на лето. С уполочкой одевать. Вообще прикольно. Я даже на огород хотела тут себе еще одни купить. У меня все уже поизносились. Пока не вижу на огород. 850. Малички. Легкие. Расцветки разные. Это уже бревочки. Сейчас заедем еще за сухим кормом. Тоже малышам купим. А у этих вроде бы как и есть. У взрослых. Он выезжает. Открыт музей в Мир. Сейчас сюда заедем. Здесь берем малышам. Птички. Попугайчики. Здравствуйте. Детский есть? Сухой. Для котят? Да. Про баланс? Нет. Или секрет выбрали? Убрали секрет. А вот и про баланс. Хотя мы не брали. Не разумеется. Давайте полкило. Про баланс для котят. И полкило. Секрет. 38, 25. Такой магазин. Разнообразие. Для котика. Заезжаем сюда. Вискос. Почем здесь 29. Это не для котят. Для котят? Да. Для котят. Котята. Вот котята. Потом вот эти. Под 25, да? Вот еще котята. И вот еще котята. По 19. Вот про хвост можно взять. Попробовать им. Опять пакетчиков. Я ксиш-труяз. Здрасте. Ладно. Арбузов какой цен? Завтра. 25. Так. Арбузик берем. Булочки. Смотри какие. Так. Что тут у нас? 170. Мектарин. Мектарина все по 170. Гиноград 250. Малинка есть. Яблочки. Лук. Картошка. Помидорки. Капуста. Все. Есть перцы. Баклажаны. Острый перец. Паша, давай. Чай. Чай. А? Ничего. Чай. Выбирай арбузик. Какой? Абузик. Да ну какой в холодильник что вошел? Средний как обычно. Толок и нет. Где твой арбузик? Три любой. А у вас нет масла такое растительное, которое с запахом? Запах есть. Есть? Маленький. А. Маленький? Ну хотя бы маленький. Да. Дайте нам пожалуйста. Турок и нет. Хорошо мало весит сейчас пройдет. Вот спасибо. Опа. Давай. Спасибо. Хорошо. Все? Масло кубаночка. Вот. И арбуз еще взвешивать будем. Да вот это. Двести в восемьдесят сейчас. Друзья, ну все. Мы вернулись с магазина, где смогла немножко вам поснимала. Ну так, заехали в каждый магазин, где что надо было. Купила Жене футболочку. Олег хотел себе шортики купить, но размера его не было. Самое главное, мы купили котятам, конечно. Спасибо большое Ирина С. Я думаю, что это Ирина Геннадьевна Спирина. Не знаю. Там не написано, но такое есть чувство, что она выслала котятам 500 рублей на вкусняшки. И мы, конечно же, берем им детский корм. Пока еще им три месяца, конечно же, берем. Вот такой первый раз взяли. Вот эти пакетики по 19, эти, по-моему, по 26 были. Ну и сухой корм тоже детский. Вот этот и вот этот. Килограмм. Взяли вот арбуз, взяли три молока, сметанку, колбаску, пряники овсяные. Я овсяные такие не люблю, поэтому я беру себе другие. И взяли вот такое вот масло кубанское. Женя делает помидоры с огурцами с маслом, именно чтобы было масло с запахом. Вот такое вот масло взяли, нашли. В магазине что-то я не обратила внимания, а вот в овощной заехали, и там было. Правда, не спросила, почем, но все вместе масло и арбуз 285 рублей вышло. В общем, вот такая небольшая у нас поездка была в магазин. Смотрите, вчера яблоки остатки сняли с дерева. Там несколько штук оставалось зеленых, это упало немножко, но оно еще подлежит еде. Такие красивые, прям цвет такой насыщенно-розовый. Все, всем пока-пока, буду разбирать. Водичка теплая, хорошая. Купаемся, отдыхаем, загораем. 38 сегодня, обещаю, на градуснике. Так что, лето продолжается. Всем хорошей погоды, солнышко и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok